Украинские ученые за последние годы сделали ряд серьезных открытий, которые пока что не имеют большого распространения. Науки в Украине нет, и я не знаю ничего про украинскую науку. Это разные вещи. Главных проблем у украинской науки четыре, на наш взгляд. Первое – низкое финансирование. Второе – отсутствие мотивации к саморекламе. Нас этому не учили, мы родом из совка, как и вся страна. Денег на рекламу тоже нет. Третье – отсутствие желания убывателя читать длинные статьи и слишком умных людей про их разработки. Скучно, непонятно, а значит не нужно. Четвертое – промышленность и бизнес. Украины практически ничего не производят для обывателя. Телефоны, смартфоны, современные машины и оборудование – все делается не у нас. Или почти не у нас. Поэтому, по мнению обыкновенного гражданина, все ученые на работе просто пьют чай. Попробуем развеять пелену мрака и донести до вас, дорогой зритель, идею, что украинские ученые – это круто. В принципе, все, что мы опишем, не является секретом и легкодоступно для поиска в интернете. Но многим лень, так ведь? Итак, список открытий. Здесь только самое важное и понятное – из сферы физических и околофизических наук. Поехали! Опреснение морской воды Профессор из Одессы Леонард Смирнов придумал технологию опреснения воды путем замораживания. Любая жидкость, замороженная особым способом, превращается в кристаллы, из которых легко можно выделить соли и другие примеси. В результате этого процесса получается высококачественная питьевая вода. При вымораживании не используется нагрев и высокое давление, что значительно экономит энергоресурсы. Наконец, эта технология позволяет удалять из полученного продукта тяжелую воду, содержащую вместо обычного водорода его изотоп – дейтерий. Кстати, сама тяжелая вода тоже представляет бизнес-интерес, ведь литр такой жидкости стоит 200-250 долларов. Изобретение профессора Смирнова не требует громадных вложений. Экспериментальный агрегат мощностью 15 литров в сутки для домашнего потребления обойдется в 20 тысяч долларов. Опреснитель на 1200 литров в сутки в 50 тысяч, на 12 тысяч литров в 170 тысяч долларов. Серийное производство значительно удешевит продукцию. Автор проекта уверен, что талая вода, которая выдает его опреснитель, обладает чудодейственными свойствами. Она способна заживлять раны, выводить шлаки из организма и даже омолаживать. Украдитель ураганов. Виктор Бернацкий, профессор кафедры методики преподавания физики и химии Ровенского государственного гуманитарного университета, изобрел простое и дешевое устройство, которое может остановить ураган любой силы. Статью о своем изобретении Бернацкий напечатал в американском научном журнале прикладной и экспериментальной физике. О нем проинформировали и на международной конференции по борьбе с ураганами в Нидерландах. И разработкой ровенского ученого заинтересовались американцы и представители Сингапура. Принцип работы устройства прост. Система вентиляторов создает потоки воздуха, которые направляются против потоков урагана. А в движение эти вентиляторы приводит сам ураган. То есть сам ураган и запускает устройство и этим же себя гасит. Причем не нужны никакие дополнительные источники энергии. Прибор срабатывает в момент возникновения урагана. По подсчетам Бернацкого, чтобы укоротить ураган, необходимо разместить около 100 таких устройств размерами 1х3 или 2х6 метров вдоль береговой линии. Стоимость одного из них около 1000 долларов. Сделать прибор можно за один день. А если наладить производство в промышленных масштабах, то все необходимое количество будет изготовлено в течение месяца. Это спасет сотни человеческих жизней и недвижимости и имущества на миллионы долларов. За свое изобретение украинский ученый получил награду Европейской научно-промышленной палаты. Шоколадные конфеты для похудения Педагог Луганского национального университета имени Тараса Шевченко придумал три вида шоколадных конфет, которые помогают организму сжигать излишние калории. Потребитель может выбрать между конфетами импульс, драйв и энергия спорта, в соответствии с видом спорта, которому он отдает предпочтение. Конфеты, сжигающие калории, уже проверили на украинских спортсменах. По заявлению представителей Олимпийской сборной Украины по гандболу, их спортивные показатели изменились в лучшую сторону. Деятельный преподаватель уже успел выпустить конфеты в продажу, хотя его научное изобретение пока еще не получило одобрение ученых. Цена маленькой коробочки шоколадных конфет, помогающих сбросить вес, более 10 долларов. Если изобретение получит высокую оценку ученых, эксперты в диетологии утверждают, что педагога Луганского университета ожидает Нобелевская премия. Что входит в состав конфет, изобретатель хранит в тайне, хотя известно, что в них входят курага, орехи и изюм. Врачи и специалисты в области диетологии с недоверием относятся к новым конфетам. Они говорят, что на нынешний день нет даже препаратов, которые могли бы сжигать калории и жиры, не говоря уже о лакомствах. Врачи поддерживают и некоторые спортсмены, считающие изобретение конфет, сжигающих калорий всего лишь хорошим пиар-ходом. Ну, увидим. Лекарство от рака Украинские ученые в результате исследований в Антарктиде смогли создать лекарство от рака, однако оно пока недоступно людям, так как проходит испытание. Об этом заявил в интервью директор Национального антарктического центра Валерий Литвинов. Сообщается, что ученые сделали открытие на полярной станции Академик Вернадский в Антарктиде. По его словам, микроорганизмы обладают невероятными способностями. Наши биологи создали лекарства на основе антарктических микроорганизмов, которые живут там в экстремальных условиях и обладают экстремальными возможностями. И эти лекарства помогают даже от рака четвертой степени, рассказывал когда-то Литвинов. По его словам, биологический институт университета имени Тараса Шевченко уже получил лицензию на препарат, который назвали Меловит. Однако больные раком пока не могут получить препарат, так как он проходит испытания, в том числе планируется и на людях. Самому молодому в Украине доктору наук, старшему научному сотруднику в Институте молекулярной биологии и генетики в Киеве, Ольге Броварец пророчат Нобелевскую премию. Селекция растений. В последнее десятилетие селекционеры Института физиологии растений и генетики Нан Украины и Мироновского института пшеницы имени Ремесло создали десятки сортов озимой пшеницы, занесенных в государственный реестр сортов и рекомендованных для выращивания во всех зонах Украины. Эти сорта даже в неблагоприятных условиях дают высокие урожаи. Озимая пшеница отечественной селекцией остается на сегодняшний день едва ли не единственной сельскохозяйственной культурой в Украине, не утратившей своей независимости, подавляющей большинство прочих культур зарубежной сеглекции. Сорта селекции пластичные, стойкие к изменениям погодных условий. Подолянка выстояла и в морозы 2003 года, и в испопеляющую засуху. В этом году на Винничине пережила сильные морозы зима ярко, у которой, казалось бы, средняя морозостойкость. Подолянка, Богдана – это просто хиты, они прекрасно чувствуют себя во всех зонах, от Полесья до Крыма. Условно, сорта можно разделить на несколько групп. Первое – высокоинтенсивные, для хороших хозяев. При надлежащем соблюдении технологий выращивания, они гарантируют урожайность 80 центеров нога и более. На высоком и оптимальных фонах минеральной подкормки дают рекордные урожаи. Лидеры этой группы – сорта Смуглянка, Золотоколосая и Фаворитка. Вторая группа – это сорта универсального использования. Лидер здесь – Подолянка. К этой группе относятся также сорта Богдана, Винничанка, Трипольская и другие. Потенциал их урожайности – 100-114 центеров нога. Они неприхотливы, дают стабильный урожай при разных фонах минеральной подкормки. Есть еще специализированные. Так, в зерне роста пивная, низкое содержание белка и клейковины. Оно предназначено для производства пива и откорма птицы. Украинский ученик, воспитанник Малой Академии Наук Украины Николай Иванченко получил золотую награду на Олимпиаде Genius, проходившей в городе Освега, штат Нью-Йорк, США. Он представил изобретение, которое поможет очищать воду от нефтепродуктов. По словам Николая Иванченко, его гидрофобный ацербент способен собирать только нефть, а воду он отталкивает. Изобретение украинца собирает нефть в комочки, которые затем можно убрать из водоема любым механическим способом и отправить на нефтеперерабатывающее производство. Ацербент может набрать в 7 раз больше жидкости, чем его собственный вес. Распознавание образов, лиц Киевлянину Егору Анчишкину было 26 лет, когда он заинтересовался проблемой распознавания видео и фотоинформации. Вместе с коллегами он создал фирму, которая поставила целью научить компьютер узнавать человеческие лица. Например, разработка украинских программистов могла бы найти какого-нибудь преступника. Но фантастическая технология уже не принадлежит Украине. Интернет-гигант Google выкупил всех, кто разрабатывал перспективную технологию. Электросварка мягких тканей Идея сварки живых тканей появилась у ученых Института электросварки имени Евгения Патона. Еще в 1993 году под руководством Бориса Патона, сына изобретателя различных методов электросварки, были проведены эксперименты, которые доказывали возможность получения сварного соединения различных мягких тканей животных способом биполярной коагуляции. Позже начались эксперименты по сварке тканей удаленных органов человека. Бескровный анализ крови Украинские врачи были новаторами во все времена. Они подарили мировой медицине наркоз и гипсовую повязку. Они первыми изобрели вакцину против чумы и продолжают до сих пор удивлять своими открытиями. Теперь харьковские ученые разработали аппарат, который определяет более 130 показателей крови. И это без боли и проколов. Аппарат замеряет температуру тела, пульс, сердечные сокращения и в соответствии с полученными результатами выдает показатель крови. Он фиксирует малейшие изменения в организме и учитывает разницу показателей между правой и левой стороной тела. Это очень сложная система. Готовая компьютерная система анализирует полученные результаты пациента, сравнит их с результатами других обследований людей и выдает предварительный диагноз. Один из отцов интернета. Леонард Клейнрок в 1961 году, еще будучи студентом Массачусетского технологического института, описал технологию, способную разбивать файлы на части и передавать их различными путями через сеть. Молодой ученый опубликовал свою научную работу, посвященную цифровым сетевым связям, информационный поток в крупных коммуникационных сетях. Эти идеи легли в основу его докторской диссертации, выводы из которой он опубликовал в издании «Компьютерные сети» в 1964 году. В этой книге Клейнрок изложил основные принципы вместе с его последующими теоретическими разработками пакетной коммуникации, которые лежат в основе современной технологии интернета. Идеи Клейнрока опережали время, поэтому нашли свое широкое применение лишь в конце 60-х годов 20-го века, когда ими заинтересовалось Агентство научно-исследовательских проектов «АРПА». Одним из направлений, деятельности которого стало создание компьютерных технологий для военных целей, в частности, связи. Украинцы – талантливая нация, и этот перечень изобретений тому доказательство. Жаль, что, как и раньше, украинские ученые не получают поддержку от государства, поэтому и сейчас им приходится реализовать свои планы и изобретения на территории других стран, которые очень заинтересованы в наших ученых. На этом все. Нам интересно твое мнение, про какую страну снять еще. Пиши в комментариях и ставь лайк под этим видео. И до скорых встреч. Пока! Если тебе понравился этот ролик, то, что ты посмотрел, то кликни вот сюда. Потому что то, что ты увидишь, это невероятно. Клац!